Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Павел Дуров против Эппл. Новые штаммы COVID-19. Чего ждать от казанских хилварцев? Постановлением правительства Республики Казахстан утвержден новый состав национальных научных советов по 10-приоритетным направлениям развития науки на 2021-2023 годы. В состав научного совета исследования в области образования и науки в качестве международного эксперта включен директор Института психологии и образования Казанского федерального университета профессор Айдар Калимулин. Во вторник основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров написал, что за последние трое суток на его платформу пришли 25 миллионов новых пользователей, а общее число пользователей превысило полмиллиарда. За день до этого Дуров предупредил об опасности Apple и посоветовал перейти на Android. Да, туаполе Apple и Google представляют собой гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Написал Дуров в Телеграм в ответ на комментарии об удалении сервиса микроблогов Parler из App Store из-за его популярности у сторонников президента США Дональда Трампа. При этом, по мнению Дурова, Apple опаснее Google, потому что может полностью ограничить доступ пользователей к приложениям, которые они используют. Android позволяет, во-первых, устанавливать приложения не только из официальных магазинов, и вообще до сих пор допускает именно аналогов, как мы установщики на Windows. Есть так называемые APK-файлы под Android, которые точно такие же установщики приложений. Android разрешает пользователю самому на себя брать ответственность и устанавливает приложения, которые проверку через Play Market не прошли. 8 января Apple сообщила разработчикам Parler о намерении удалить приложения из магазина, если они в течение 24 часов не ведут надежную систему модерации контента. Там предупредили, что Parler не вернется в App Store, пока не продемонстрирует способность эффективно фильтровать опасный и вредный контент. Компании, которые владеют магазинами, имеют исключительное право на согласование понятия, что такое качественное приложение с их точки зрения. Parler это не выполнив, а это приложение было удалено. Основатель Telegram не впервые выступает с критикой Apple. Дуров обвинял компанию в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. По его словам, владельцы iPhone тоже страдают, например, теряют дополнительные деньги и получают обновление с задержкой. Энджи Минибаева, Универтньюз. Россия вышла на зимнее плато по коронавирусу. С таким громким заголовком вышли материалы сразу нескольких крупных российских СМИ. Между тем, ситуация с коронавирусной инфекцией в мире остается тяжелой. Появляются новые штаммы, а вирус продолжает свои мутации. О том, чего стоит бояться, а где слухи преувеличены, в нашем репортаже. Пока Роспотребнадзор вводит новые ограничения, актеры ситкомов иронизируют над этим, а в России начинается массовая вакцинация, общие мировые настроения насчет пандемии остаются двухполярными. С одной стороны, к коронавирусу и ношению масок начали привыкать, с другой, никто не может ответить на вопрос, что будет дальше. Не так давно был обнаружен новый штамм COVID-19, который получил неофициальное название «британский». По своей сути, это тот же коронавирус, который на слуху больше года, и отличается он лишь тем, что стал более заразным. К слову, мутация коснулась шпилечного белка, того самого, который создает на микроскопе эффект короны. То есть, когда вирус размножается, из-за несовершенства генетического аппарата происходят ошибки копирования. И это как раз и приводит к тому, что появляются мутации. И если мутация благоприятна для вируса, например, позволяет ему быстрее распространяться, передаваться от человека к человеку, то она закрепляется, и постепенно в популяции накапливаются вирусы с этой мутацией. То же самое произошло и в этот раз. Обычно мутации приводят к тому, что инфекционность возрастает, потому что это дает вирусу преимущество при размножении, но при этом обычно смертность снижается, потому что вирусу, на самом деле, невыгодно убивать организм хозяина. Довольно часто случается, что именно такие менее смертоносные, но более заразные вирусы вытесняют иные штаммы. Все это можно коротко объяснить одним словом. Эволюция. Главная задача вируса – распространение. А убив организм хозяина, он точно перестанет распространяться. Ответил Альберт Резванов и на вопросы о вакцине. По его словам, смысла волноваться насчет российских препаратов нет, ведь болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Какая вакцина лучше всего – это та, которая есть. Дело в том, что, к сожалению, пока объемы производства не очень высокие, они, конечно же, будут наращиваться, но на данном этапе я считаю, что нужно вакцинироваться той вакциной, которая доступна. Потому что при любом раскладе ценность от вакцинации намного превосходит потенциальные риски, связанные с любой вакциной. Вытеснить ли британский штамм коронавируса остальные, покажет время, но в любом случае профилактические меры соблюдать необходимо. Носите маски, укрепляйте иммунитет и при первых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Александр Фирсов, Виолетта Басова, Универньюз. Чемпионаты и первенства, в которых принимали участие спортсмены Казанского федерального университета, ушли на зимний перерыв. Но работа спортивного клуба не останавливается ни на секунду. А о том, какие спортивные мероприятия в студенческом спорте нас ожидают, расскажет Наталья Жирнова. Пока студенты находятся на зимней сессии, спортивный клуб Казанского федерального университета «Казанский Улбарс» уже вовсю готовится к новому семестру. Планы у спортклуба достаточно обширны. И одним из основных событий будущего семестра станет проведение внутривузовского этапа чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов. Вообще у нас несколько видов спорта. И самое интересное, которое добавилось в этом году – промо-дисциплина Дота 2. Он у нас весной и осенью стал самым массовым видом спорта. И мы планируем, что будет более 20 команд, что каждый институт примет участие. И Дота в очередной раз покажет, что это один из самых популярных уже видов спорта. Также у нас из промо-дисциплины бадминтон, женский мини-футбол. Мы стали чемпионами в этом году. И планку надо также поддерживать на всероссийском суперфинале. Ну и традиционные виды спорта – это как настольный теннис, шахматы, мини-футбол, стритбол, юбилебол. И все планируем провести на высоком уровне. К тому же в планах у юлбарсов продолжить проведение такого важного мероприятия, как спартакиада студентов и аспирантов, которая стартовала в начале учебного года и перенесенная с прошлого года в спартакиада первых курсов. В феврале месяце у нас продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Есть виды, которые мы вынуждены были перенести. Надеемся, что ситуация у нас нормализуется, и мы спокойно сможем продолжить нашу спартакиаду и провести запланированные виды. Есть некоторые нововведения в этом году. Во-первых, это спартакиада первого курса, который был принесен с осени на весну в апреле месяце. мы стартуем и в мае планируем закончить. Есть новые виды, которые включены в спартакиаду, но пока не будем раскрывать. Надеемся, для наших первого курса это будет сюрприз небольшой. Помимо основных мероприятий, в зимний период для студентов пройдет традиционный оздоровительный выезд по здоровью, где каждый желающий может активно провести свои выходные. Мы планируем то, что в зимний период времени мы сможем задействовать наших студентов и провести выезды так называемого по здоровью. В этом году они будут проходить в нашей обсерватории. Думаю, все-таки морозы спадут, и мы сможем вывести как только сессия закончится. Студенты с радостью поедут с нами, чтобы прокатиться на лыжах. Во второй части сезона, кроме традиционных мероприятий, руководство спортивного клуба планирует организовать еще как минимум два мероприятия. Но вот что именно будет, держится в секрете. Есть одно новое мероприятие, которое мы хотим предложить нашим студентам всех курсов принять участие. Небольшая спартакиада онлайн, которая будет посвящена памятникам дате. Пока это тоже в тайне, но в будущем все секреты мы постараемся раскрыть и предоставить нашим студентам. Остаток сезона 2020-2021 казанские лбарсы приведут в плотном графике. Каждую неделю сборные Казанского федерального университета будут выступать на Республиканской и Всероссийской арене, где с гордостью будут отстаивать звание одного из лучших студенческих спортивных клубов страны. А наш телеканал с удовольствием покажет успехи лбарсов в рамках программы «Неделя спорта». На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова